Салют, дамы и господа, котаны и кошечки у микрофона Олег Гром. Перед вами телефон Philips E2601 Xenium, цвет синий. Это раскладушка, вообще, что-то я не ожидал, что их еще выпускают, и действительно выпускают. Они, конечно, не настолько навороченные, как модели, которые выходили там 10 лет назад, да даже больше, наверное, уже 15. Но, тем не менее, весьма неплохие, особенно для тех, кто хочет что-то подобное приобрести. Такие люди имеются, и вот им ничего другого не надо, кроме как раскладушки для звонков. Ну, это, по большому счету, первый взгляд мой такой вот, поэтому рассказываю общие впечатления. Выбирал я долго телефон, это не для меня, но, тем не менее, нужно было хорошенько поискать. Вышла более новая модель E2602, но у нее есть один существенный недостаток. У нее нет качельки громкости, а здесь качелька громкости имеется. Качелька громкости для чего? Например, разговариваете вы в сложных условиях, где шумно, вы звук себе прибавили. Разговариваете, где тихо, звук убавили. То есть, вот такие вот моменты вообще, они как бы хороши. Когда есть, плохо, когда их нет. Потому что, если нет, обычно нужно заходить в профили, и там что-то менять. Не у всех телефонов есть возможность менять даже на клавиатуре. Вот. Ну что ж, он весь пластиковый. Достаточно легкий, особенно если сравнивать с подобными раскладушками прошлых лет. Довольно легенький. Пластик, здесь динамик, камера, ну, 0,3 мегапикселя. В общем, она вообще ни о чем. Странно, почему не ставят что-то получше. Видимо, какие-то запасы таких псевдокамер еще остались с 15-летней давности. Там или даже больше. Две микросим втыкаются. Ну, то есть, это обычные сим-карты, если что. Которые вы привыкли называть просто сим-картами. Да, то есть, такие полноразмерные, но в кавычках. Потому что настоящая полноразмерная сим-карта, она размером с вашу кредитную карту. Если кто не знал, па-бам, вот такое вам открытие. Она обычно сильно-сильно больше. Ну, то есть, грубо говоря, она вот такого размера. И здесь у вас воткнута ваша сим-карта. Вы ее выдавливаете и втыкаете сюда. А раньше в телефоны втыкалась вот прям вся вот эта вот штука. Чик. Если что. Так что вот это мини-сим, потом микросим и наносим. Ну, все сюда влезет. Главное, что есть большой разъем. Это вообще классно, потому что у той же Nokia у них наносим разъем. Какого черта? Почему не сделать большой? Непонятно вообще. Странно. Филипс молодцы. Они делают вот как есть. Вот в этот разъем все можно воткнуть. А вот в наносим обычный уже не воткнешь. Ее надо вырезать. А что мешает делать? Такие непонятно. В общем, две сим-карты установить можно. Карту памяти установить можно. Ну и все. И можно установить аккумулятор на 1000 мА. Хватает его при таком среднем разговорном темпе. Говорят, что в районе недели. Хотя Филипс обычно славится тем, что у них там аккумуляторы на месяц и т.д. и т.п. Ну, вот этот где-то неделю. Вот новей модель у нее аккумулятор, по-моему, на 1600 мА. Ну, у нее еще и кран спереди имеется. Поэтому, видимо, больше потребления. Вот. Собственно, сделано это в Китае. Все. Опять же, из плюсов. Это модель 2022 года. Батареи свежие. 22-й год. 0,7-й, 15-й. То есть, проблема обычно, если находишь какую-то раскладушку. Старую, бушную. Найти качественный аккумулятор. Вот здесь он хоть и свой, да. Но, тем не менее, он свежий. Он будет работать. Это плюс. Ставите аккумулятор. Он плотно сидит. Кстати, так просто не вывалится даже. И закрываете крышечкой. На крышечке тоже написано, что сделано в Китае. Собственно, и все. Больше ничего здесь нет. Фонарик. Он же, наверное, вспышка. Хотя какая-то вспышка нужна. Динамик. Довольно громкий. Довольно громкий. Приятно. Все это защелкивается. Очень, очень это все хорошо, что можно сменить аккумулятор в любой момент. По габаритным размерам. Вообще, не знаю, нужно ли это габаритный размер. Эти все габаритные, габаритные. Примерно 10 сантиметров в толщину. Примерно 1,5, наверное. Где-то так. Ближе. Может, там 1,7. Закругленные края. На вот этой вот части, как вы видите, еще наклеена пленочка заводская. Здесь язычок был. Я его обрезал, чтобы его так раз и все это убрать. И тогда он будет вообще сиять. И вот этих отпечатков всех не будет. Но я хочу найти отдельно пленку, наклеить. Потому что этот глянец, он весится, зацарапается. Для кого-то может важно, для кого-то нет. Просто имейте в виду. Обычно разъем под наушники. Ничего лишнего. Вот. Оп-оп-оп. Оп-оп. Оп-оп. Прямо, знаете, как старая добрая раскладушка, но только максимально удешевленная. Экран. Экран, конечно, разрешение 320 на 240. 2,4 дюйма. Надпись Philips. Клавиатура. Клавиатура большая, приятная. Подсветка имеется. Белолунная. Она где-то вот так вот по центру, пытаясь осветить все клавиши. То есть не под каждой клавишей. Помните, как раньше было? Под каждой клавишей ставили диеты и т.д. и т.п. Здесь как-то вот так оно все выглядит. Ну и все. Вот этот джойстик сам. Такое ощущение, что он единственный, наверное, металлический какой-то. Все остальное пластик. При закрывании будет упираться вот в эту вот ножку, которая не даст тереться клавиатуре об экран. Хотя с годами или с саховременем кто-то пишет, у кого-то уже трется, у кого-то еще. Но это проблема всех раскладушек, да? То есть можно и на экран тоже потом что-то наклеить. Ну, камон, при желании, конечно. Так, включаем. Па-па-пам. Та-дам. Если вы вытащили аккумулятор, все это время, все сбивается сразу же. То есть ничего вы тут уже сделать не сможете. Что есть в меню? Есть настройки, в которых можно, опять же, выбрать внешний дисплей, чтобы отображались... Да, тут звуки, открытие, закрытие. Можно выбрать внешний дисплей, чтобы на нем отображались пиктограммки. Когда именно включен телефон, то, например, ставите на зарядку и загорается индикатор... Сейчас сфокусируется... Батареи. Если вызов, то индикатор трубочки. Если смс, то индикатор письма. Ну, вот такая штука. Если он у вас выключен и ставите его на зарядку, это моргать не будет. На самом экране будет отображаться, что идет зарядка. То есть без загрузки операционки внешняя часть не работает. В общем, две симки довольно громкие. Приятные клавиши. Конечно, отчасти это напоминает что-то японское. Сейчас покажу. Например, вот как-то так, если сравнивать с японцем. Но покрупнее. Но, тем не менее, все в таком примерно же ключе. Бывают китайские аппараты. У них даже вот эти всякие дополнительные клавиши тоже примерно как у японцев выполнены. Это если говорить про раскладушки. В целом, первое впечатление. Приятный аппарат. Смутил вес. То, что очень легкий. Но вот начинаешь пользоваться, более-менее все становится. Из минусов, на мой взгляд, то, что нельзя на каждого абонента выставить свой звонок. Даже, по-моему, на группу нельзя выставить отдельную мелодию. Честно говоря, странно. Мелодию можно ставить свои. Опять же, там на смс. То есть, что вы на флешку загрузите. Можно штатные ставить. Ну, а что вы хотите, да? По сути, это звонилка и желать от нее чего-то большего, да? То есть, как-то особо-то смысла-то и нет. Отключил я питание, да? Так. Ну, смс. Опять же, все на русском, все понятно. Для кого это важно. Есть радио. Так, это не радио, это вправо радио, да? О, оно даже зашипело сразу. Причем, вот, да, включилось. Причем, это радио работает, ну, это FM-радио, естественно. Оно работает без наушников. То есть, не нужно втыкать никакие наушники. Если у вас в городе вещает FM, то вы на телефон сможете слушать. Даже когда вы его закроете, радио продолжит работать. Да, то есть, такая же штука с плеерами и всем прочим. Подсветка у меня выставлена на середину яркости. При этом, вот, при ярком освещении студийным экран виден. То есть, на солнце его тоже будет видно. Из коробки он шел выкрученно на максимум. Ну, что вообще дико выжигает глаза, поэтому думайте сами, да? Опять же, можете настроить время выключения экрана, перехода там в различные режимы. Вот это вот все, 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 все. Календарь. Опять же, удобно, удобно. Ну, в общем-то, камера. Ну, камера тут, еще раз говорю, камера тут просто ни о чем. Вот, можно даже снять видео, это все можно сохранить, но такое себе дело. Еще что есть интересного здесь, есть возможность автозаписи разговора. То есть, когда вы начинаете говорить, включается диктофон и все записывает. Плюс-плюс. Качество сборки. Ну, вот так вот немножечко все двигается. В пределах, наверное, допустимого. Ну, сравнивать с японцем я не буду, но, тем не менее, и на японца тоже движется. Если что. Ну, это у многих раскладушек такая штука имеется. Вот, плюсы, минусы. Что еще так вот вспомнить по-быстрому. Цена приемлемая, мне вполне понравилась. Не знаю, продается он еще в магазинах, скорее всего, да. Стоит он в районе 2800 рублей. Что за раскладушку, полностью русифицированную, со всеми клавишами. И при этом не Китай какой-то, который странно ведет себя. Ну, вполне, я считаю, хорошая цена. Плюс установка обычных сим-карт, к которым все привыкли. Мы такие большие, мы не видели сим-карты. Мы видели только мини-сим-карты. А раньше в большие телефоны втыкалась прям... Она почему и называлась-то карта, да? Потому что она была как дебетовая карта банковская, такого же размера. Вот такая вот история. Микро-USB зарядка. Да, по-моему, в новой модели уже USB Type-C или нет. Ну, это так, опять же. Новая модель вышла вот в 2023-м. Это модель 2022-го года. Обратите внимание, кто искал какую-то раскладушку на случай всяких ЧС, ЧП, да. Просто там для работы ему нужно. Филипс делает. Потому что я искал очень много Китая, жуткого и страшного, который брать не хочется. Были интересные Nokia в 2020-м году, но они закончились. И сейчас их, если искать, то они либо бэушные, либо, опять же, жутко китайские. Какие-то восстановленные. В общем, страх и ужас. Ну, его нафиг. А здесь все прекрасно. Я доволен. Человек, которому пользоваться этим аппаратом, он тоже вполне доволен. Ну, вот из минусов. Разве что нельзя мелодию на каждого или хотя бы на группу установить. Хотя, может быть, я еще не полностью разобрался. Для чего это видео? Ну, наверное, просто поделиться впечатлениями. Вдруг кто тоже ищет какой-то телефон, раскладушку. Обращайте внимание все-таки на бренды. Если вас не смущает nano-SIM, вот эти micro-SIM, то тогда, может быть, вам стоит посмотреть на Nokia. Там были модели. Ну, их уже, опять же, все. Сейчас их особо не найдешь. Либо откуда-то везти, либо старая будет. Ну, короче, такая история. А это вот, я решил, что то, что нужно. Опять же, Nokia в два раза дороже. А интернет там, нужен ли вам интернет в таком телефоне? Прикольно, конечно, если бы он был бы, вот, где-то там. Ну, а зачем? Вот его как-то вот особо нет, да и ладно. Цветак камера, может, не так хорошо передает. Вот, но тем не менее, что, 240 на 320. Что еще хотеть? Добро пожаловать в 2005-2004 год. Это прям вот оттуда, прямиком. Вот такая вот штуки-анция. Пластик, все, пластик, 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 пластик. Ну, приятно. В руке лежит. Здесь округлости. Разговаривать удобно, опять же. По раскладушкам это, ну, для разговоров, наверное, раскладушка это самый лучший телефон. С ними всегда удобно разговаривать, потому что тут у вас ухо, а динамик как раз возле рта. Это прям дико удобная штука. Ну, а в размерах он такой же, как и все раскладушки, плюс-минус. Тут я не вижу каких-то особенностей. Да и по толщине тоже самое, понимаете. То есть, там, это не какой-то супер толстый или еще что-то. Может, вы просто отвыкли от раскладушек. Если брать какие-то модели, там, 15-летней давности, да, там, 10-летней давности, вот они, да. То есть, он выглядит, как и все раскладушки. Плюс-минус по размерам. Вот, пожалуйста. Памяти на тысячу номеров. Черный список на 20 номеров. Да и, наверное, и все. Черный список бы хотелось, чтобы он был не на 20 номеров, а на, да, не знаю, там, на 2500 номеров, как минимум. Ну, такие вот мелочи какие-то, которые сейчас уже стараются особо и не вкладывать в раскладушки то, что было, например, там, раньше, 15 лет назад те же. Берегите себя, пользуйтесь хорошими раскладушками. Всем удачи, всем пока.